Ваши ощущения? Ощущения сборные. Про вчерашний день я не говорю, про сегодняшний день. Сегодняшний день только на счет себя. Хотелось бы выразить уважение маленьким девочкам, которые пошли со мной в абсолютку и боролись, как левицы маленькие. А где за первое место медаль-то? Дайте медаль! Доброе утро! Три недели перерыва в новостях, и мы снова в эфире ненастоящего и пока еще не состоявшегося телевидения. Удивительно, но для нас пока телевидением является Ютуб и ВК. А когда Ютуб закроют, мы будем распространять наши ньюзости исключительно из уст в уста и из рук в руки на магнитных, магнитофонных кассетах. Та-та-та! Чур-меня-чур! Собственно, в эфире юзости. Так, получается, что начало года в мире отечественного джиу-джитсу не богато событиями. Поэтому некоторые новости нам приходится немножко выдумывать самим. Как там у классика? Мы делаем новости. Мы высасываем их из пальца. Сегодня в выпуске. Разумеется, чемпионат России по джиу-джитсу. По джи-джи-джи-цу! Альтернативная версия официальных турниров пони-ваза как противовес джиу-джитсу-курильщика. Евгений Чехов созывает очередной сходняк клуба любителей потеребонько-чужой лапел. Офигенский спайлер Корея, который сейчас чамс! Выгоды от BGG School Online и не только. Провоющем спайдер снова вернулся к своему хобби организовывать крутые турниры и собирать крутейшие карты. Вчера прошел Гран-при в категории 65 и 75 килограммов. Начали с медленной раскачки и закончили бомбически. Прикольная фича. 8 человек участников. Четверо из них сидят в креслах, как на передаче «Любовь с первого взгляда», а четверо других по очереди имеют право самим выбрать себе соперника на первый круг турнирной таблицы. Получилось не без интриги. В этом выпуске обойдемся без результатов. Те, кто хотели узнать имена победителей, узнали их еще вчера. Полная видеоверсия турнира сразу же после эфира была доступна донам сообщества BGG Freaks, а также подписчикам раздела премиум. Для всех остальных, многоуважаемых наших подписчиков, читателей и слушателей, не буду спойлерить, ибо не в наших традициях рассказывать о турнирах по джиу-джитсу, в наших традициях показывать. И мы, разумеется, все это покажем, но чуть позже. И тогда, не зная имена победителей, вам будет в разы интереснее пересматривать эти бомбовые схватки. Хочется также напомнить, что в этом ивенте принял участие старина Дэмион Майя, который выступил в специальном ноу-ги матче. Ну и, разумеется, технично и грамотно одержал победу. Об этом я говорю смело, потому что этот матч уже есть в нашей ленте. Имеющие глаза да увидят, имеющие уши да пошли. Главным событием в мире российского джиу-джитсу был, несомненно, чемпионат России. В этот раз он проходил аж в три дня. Пятница, суббота и воскресенье. Но всего на четырех коврах. Как водится, жарче всего протопили в субботу и устроили жару в мужских категориях. Кстати, жару эту устраивали не только спортсмены на татами, но и судьи, и болельщики. В общем, командно сработали. Поехали! 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 Время встречи, время встречи уже кастиковые Что ты делаешь? Мы с вами компетенов, вы союз его страны Что вы тут устраиваете? Чемпионаты России в Питере пока проходят как под копирку. Те же преимущества, к коим можно отнести высокий уровень спортсменов и мощную конкуренцию, повторяются. Это радует. А вот вопросы организации судейства так же пока неизменны и это огорчает. Так опять у нас судейская коллегия разбирает нашу апелляцию. Что вы скажете судейству? Я не могу комментировать. Все судьи растут. Учатся только медленно. Судьи растут. Мы учимся, да? Очень медленно. Запулил он, выиграл я. Вчера вечером долго размышлял о перспективах Неваз в рамках РФД. Ну, кстати, не первый раз уже на эту тему размышляю. Куда она приведет, если ничего не изменится? Что с ней будет? Как к ней будут относиться спортсмены? Возможно, как в том анекдоте. Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус. А где за первое место медаль-то? Дайте медаль! Совсем другое дело. Кажется, что в федерации нужно менять подход и схемы. А подход это фундамент. Вот такая некоторая группа многоуважаемых, ответственных людей, которая возглавляет все бюрократические и организационные процессы федерации. Людей, которые, скорее всего, прекрасно справлялись со своими обязанностями на протяжении последних 10-20 лет или 10-20 лет назад. Должна же, наконец, принять, что старые инструменты работы, как и древний подход, нужно слегка подрихтовать к современным реалиям и впустить к себе в закрытый орден новую кровь. Людей, горящих желанием и имеющих силы работать. Тех, кто действительно хочет действовать, распространять и пропагандировать этот спорт, а не замыкать его в кружочек. Причем людей извне, а не воспитанных в закрытых узких кругах по устаревшим стандартам. Ну, все же понимают, что профессионал это тот, кто хорошо делает свою работу, а не тот, кто готов предоставить кучу корочек, которые якобы должны будут подтверждать его квалификацию и звание профессионал. Заведующий кафедрой туризма Московского государственного университета спорта и туризма, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования, кандидат в социологических наук, доцент. Сейчас разговоры инициативных людей, готовых помочь развитию джиу-джитсу, и в частности раздел униваза с официальным представителем федерации, приблизительно выглядит так. Ребята, 20-й век на дворе! Мы придумали для вас трактора и комбайны! Прекрасно! Идея замечательная! Пожалуй, трактора ваши и комбайны мы возьмем, вот только будут они на конской тяге, потому что мы так привыкли, и чтобы они ездили не по полю, а где-то вокруг, чтобы не придавить нам пашню, которую мы до этого вручную с ребятами вскопали. А еще можно сменить некоторые формулировки. Ну, давайте уже не вазу называть невазой, а файтинг файтингом. А то что это за раздел борьба лёжа? Ну, если уж очень хочется перевести на государственный язык, но давайте это будет просто раздел борьба. Четко, ясно и действительно отражает суть происходящего. Ну, а файтинг для отображения сути происходящего можно назвать драчки. Или лучше оставьте файтинг. Ну, правда, звучит точнее, лаконичнее и правдивее. И не так пафосно, как бои. Бои. Хотя, что-то мне подсказывает, что переводить все это вовсе и не обязательно. Кажется, название раздела Дуо Систем никто не переводит как театрально-постановочный поединок. И очень хотелось бы, чтобы все эти частные и, надо сказать, рациональные комментарии воспринимались без истерик, слёз, злобы и обид. Вроде бы как адептам настоящих боевых японских стилей подобные проявления эмоций должны быть чужды. Как минимум. Ну да ладно. Даже в официальной версии нашего вида спорта не всё так печально. Ну, было тяжело. Но мне очень понравилось. Были клёвые девочки. Особенно хотелось бы выразить уважение маленьким девочкам, которые пошли со мной в абсолютку. И боролись, как левицы маленькие. В общем, было очень классно. Мне всё понравилось. Ещё мне не понравилось. Я тут всё, что можно, выиграла. Так что спасибо вам большое, что поддерживали. Есть инициативы и факты, подтверждающие желание развивать это направление и делать из него действительно современный вид спорта, удовлетворяющий современным потребностям и целям. И мы уже видели прекрасный пример Федерации Тульской области в организации чемпионата и первенства Тула Оупен. Профессионально соблюдены все бюрократические формальности, так сказать, в дань традициям. Но всё сделано по требованию современности и для современного поколения спортсменов. И вот снова Евгений Коротких анонсировал Кубок Московской области по джиу-джитсу на 1 и 2 апреля, который обещает сделать именно в том же самом ключе. Да, турнир по официальному виду спорта. С денежными призами, с минимальной бумажной влакитой, которая нужна только пенсионерам-бухгалтерам. Да и то, чтобы казаться нужным и важным, несмотря на то, что они до сих пор пользуются бумажками, перфокартами, счётами и наслюнявленным химическим карандашом. Блин, думаю, что половина тех, кто смотрит сейчас этот выпуск, даже понятия не имеет, что за адские предметы я перечислил. Поставь лайк, если знаешь, о чём я говорил. А лучше идентифицируй себя в комментах, чтобы я был уверен, что не один такой старый. Так вот, о предстоящем Кубке Московской области по джиу-джитсу. 100 косарей за первое командное место. Но это нифига себе. А ещё электронная регистрация с чётким таймингом и расписанием ковра. 21 век! Вот как прокомментировал это Евгений Кратких. Кубок Московской области по джиу-джитсу, который планируется 1-2 апреля 2023 года в Московской области, город Апрелевка. Делают этот турнир в два дня. Первый день это Fighting Dual System, как наиболее друг-другу родственные. Второй день это Неваза. Опять-таки, это удобно для того, чтобы не смешивать эти, по сути, разные дисциплины. Было принято решение это всё дело разделить. И все эти перечисленные плюсы и детальки, несомненно, увеличат интерес спортсменов к данному турниру. А значит, увеличат и количество участников, и конкурентность в каждой конкретно отдельно взятой весовой категории. Особое внимание обратите на подход к судейству. Мы будем стремиться к качественному судейству. Будут приглашены ребята, которые судят на больших промоушенах таких там РГСА, ICB, в прошлом AGP. То есть люди, которые имеют прямое отношение к джиу-джитсу. То есть понимают, что такое правило бразильского джиу-джитсу. Они же, по сути, идентичны правилам Неваза. Всё делается для того, чтобы меньше возникало каких-то спорных моментов. И осудили максимально люди, сведущие и профессиональные, знающие, что такое правило, что такое борьба. И мы постараемся, чтобы на каждом татаме был такой компетентный рефери. Приглашаются судьи из того вида спорта, который им предстоит судить. А не из любого вида спорта, где тоже вроде бы как носят кимоно. Ну вот как-то пытаются же в Федерации Московской области решить эту кадровую проблему. Действительно решить и что-то делают для этого. А не как многие просто ограничиваются отговорками о том, как это сложно и почему невозможно. Снова послушаем коротких. Основная задача задать, скажу амбициозно, но задать новые стандарты в официальном виде спорта джиу-джитсу. Чтобы люди чувствовали, что им это интересно и это было привлекательно. И от официальной версии у людей оставались очень приятные впечатления. И далее бы они приходили на эти соревнования, где можно получать спортивные разряды, звания и иметь некую легитимность. В общем мы пытаемся сейчас, позвольте фразу набить руку. Во всех смыслах создать экосистему, инфраструктуру для проведения таких региональных, межрегиональных последствий всероссийских спортивных мероприятий. Чтобы при слове джиу-джитсу у любого спортсмена или человек интересующегося спортом были только позитивные эмоции. Мы все сделаем для того, чтобы вы не разочаровались. Кубок Московской области по джиу-джитсу. Дзю-джитсу. А мы продолжим. Сейчас снова мысленно перенесемся в Санкт-Петербург. Буквально несколько дней осталось до закрытия регистрации на очередной турнир серии Rock'n'Rolling по-питерски от РГСА. Регистрация еще открыта на сайте Шака Спорт. В общем не проморгайте возможность выступить на давно зарекомендовавшем себя турнире. Можно ли дойти до черного пояса, выбиться в топы и научиться завязывать штаны? А ответ на этот вопрос в очередной раз дал Натан Чунг на воскресном турнире Spider Chance в Корее. И не просто рассказал, а всем *** показал. А рефери при этом ему даже дважды сам завязывал штаны, дабы не смущать своих соплеменников с загорелыми бразильскими булочками. Не помню, чтобы такие обязанности были прописаны в правилах, но... Восток дело тонкое. Почему бы и не завязать штаны гостю столицы? Раз, 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 раз. Органтно не управляешься. Давай, давай, давай. Давай, давай. Считай. Раз, раз, раз. Ща, 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 короче у всех отлетают пальцы и мы расходимся по домам. Женя Чехов, ой, простите, профессор Евгений Вадимович зовет всех на второй семинар трехсерийной серии мастер-классов по лапел-гарду и разумному применению лапела в бразильском джиу-джинсу. Очередной мастер-класс состоится уже в ближайшую субботу 19 февраля в клубе прайм-джиу-джитсу. Салют, 19 февраля приглашаю всех на семинар по ворум-гарду, покажу простые способы накрутить соперника на ворум и оттуда слепануть или засабмитить. Покажу более сложные техники, которые вы видели на ютубе, но у вас они не получались. И очередной выгодный поинт от сайта BGJ School Online. Открылись предпродажи к видео-версиям пяти семинаров, которые прошли в рамках нашего зимнего BGF кэмпа 2, 3, 4, 5 января и 6. На этой неделе в каталоге появятся уже первые два курса. Это семинар Паши Нурка о рестлинг-ноу-джитсу и семинар Загида Багудинова о том, как брать спину при всевозможных реакциях и контрах вашего оппонента на ваши попытки гард-пасса. И пока не залили третий, четвертый и пятый видеокурс в эту папку, у вас есть уникальная возможность приобрести доступ заранее с серьезной скидкой. BGJ School Online делает джиу-джитсу доступнее, а тем, кто посообразительнее, дает шансы и не на неплохую экономию. Причем регулярно. На этом пока... Ух ты. На этом пока все. Не переключайтесь, оставляйте комменты и мнения, если действительно верите в то, что они кому-то интересны. Всем пиз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok